Налоговая служба предоставляет удобную возможность оперативно получить информацию о задолженности по пеням, штрафам, процентам с помощью смс-сообщений или уведомлений на электронную почту. Проверить, если у вас долги по налогу, можно в личном кабинете налогоплательщика на едином портале госуслуг. Возможно, что ваш долг уже находится на исполнении судебных приставов. Здесь на помощь придет сервис исполнительных производств на сайте ФССП России. В случае взыскания задолженности через суд, помимо уплаты пения, добавится государственная пошлина за рассмотрение дела в суде и исполнительский сбор службы судебных приставов в размере 7% от суммы долга. Взыскание задолженности также сопровождается арестом счетов в кредитных учреждениях, удержанием сумм долга и заработной платы пенсии, запретом на выезд за пределы Российской Федерации. Чтобы ситуация до этого не дошла и граждане знали о своих долгах, налоговая инспекция ввела сервис СМС-уведомлений. Алина Дубровина пришла в налоговую инспекцию, чтобы написать заявление на получение СМС-уведомлений. Девушка планирует отпуск и хочет избежать неприятных сюрпризов. Я узнала о том, что я могу подать заявление в налоговую инспекцию и после этого мне будут приходить СМС на мой телефон. Очень удобно о моих задолженностях по налогам, имуществу, транспорту. Для меня это очень важно, потому что времени очень мало. Иногда нужно быстро на все реагировать, соответственно, очень удобно. Согласие можно предоставить в электронной форме или через личный кабинет налогоплательщика. Опасаться, что ФНС начнет спамить сообщениями не стоит. Количество рассылок ограничивается одним раз в квартал. Отказаться от СМС можно в любой момент. Уважаемые налогоплательщики, производите уплату налогов вовремя. Не затягивайте со сроками, чтобы избежать излишних начислений пений, наращивания различных издержек в виде пошлин, уплате дополнительных взносов. Будьте добросовестными. Держать руку на пульсе, следить за правильностью начисления налогов, оперативно гасить долги или возвращать переплату, пользоваться положенными налоговыми вычетами позволяет и личный кабинет налогоплательщика. Лилия Рубцова сегодня побывала в налоговой инспекции и в очередной раз убедилась в правильном выборе подключения онлайн-сервисов. Личным кабинетом я пользуюсь уже на протяжении трех лет. Это на самом деле очень удобно. Захожу я в него где-то раз в три месяца, проверяю, нет ли каких-то задолженностей. Если они есть, соответственно, я их оплачиваю. Поэтому очень удобно. При обращении в налоговую службу лично и по телефону горячей линии в рабочее время налогоплательщик получит бесплатную консультацию по всем интересующим вопросам. Елена Чернявская, Григорий Плешаков, События.